По плану ГОЭЛРО было предусмотрено строительство шесть гидроэлектростанций на Днепре. Великий вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин сказал совершенно гениальную фразу «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны». Гуляем по территории Межигоря, а вот сзади нас Киевское море, а вот проводочки вот эти. Когда тут правил, когда у нас Янукович, эти провода были под электричеством. Ну сейчас говорят они не под электричеством, но испытывать не будем, хотя можно... Шутка, шутка, шутка юмора. Фу, утки, утки летают. Самолеты, вертолеты над Межигорьем летают. Экскурсионные. Цена, наверное, заоблачная, но есть такое. Хотя цены в кафешках нормальные. В пределах 50 гривен. Мороженое, мохито, водичка, пиво есть 0,5. Не смотрел даже скучно. Тоже около 50 гривен где-то. Ну территория классная, есть где походить, погулять, подышать свежим воздухом. Ну, сегодня мы встречаем день рождения нашей любимой мамульки. И это день рождения у нас проходит на территории Межигория. Ну чуть ли не с Януковичем рядом. В музее коррупции мы находимся. Так что, давайте поднимем наши бокалы за 25, за наши 25. Пусть у тебя все будет классно, хорошо. Мечты сбываются. Пусть сбываются мечты, которые мы задумали вместе. Давайте. Тоти, давай франту. Все. С именинами. День рождения. Вот так мы проводим день рождения в Межигорье. У нас еще будет культура. Да, еще у нас до 6 вечера. До 6 вечера еще мы будем гулять, кушать. Это 5,5 вечера. Пить красное шампанское. Вкусно. А потом, как в детстве. В Шкода Мурчику не досталось. Что тебя впечатлило больше, расскажи. Раколу... Да, там где раки. Да, там раки такие где-то. Огромные там раки. Янукович, выходил себе просто... Походу, да, так с сеткой. Чтобы вас зачерпнул. А тут есть приспособление для удочек. То есть тут тоже, вон, видите, можно половить рыбку. Ну, явно, это не для нас. Ну, наверное, кто-то ее тут ловил. И, наверное, неплохой. Потому что рыбка гуляет прямо там внизу. Ну, еще много интересного. Я думаю, до 6 вечера мы вам много чего покажем. Ребята, как тебе нравится? Угу. Ну, ну, ну... Можно кушать? Ну, тогда мы будем кушать. Да, когда открыли только Межигорье, то там стояли столы с дорогущей посудой. Очень много статуэток дорогущих. Очень много всего. То есть роскошь тоже кругом была. Просто ошеломляющая роскошь. галеон в этом галеоне на данный момент находится ресторан довольно таки шикарный и здесь вот с этого захода идет выход в море вот в киевское море вон там дальше мы видим ну этот кораблик он не плавает снимаем все все снимаем вот вертолеты летают еще раз повторюсь это по ходу прогулки и экскурсии над межигорьем а вот русалка вот такой галеон этот кораблик он не плавает он просто здесь ресторанчик не приспособлен для плавания ну вот тут уточки качечки такие плавают голодная голодная она бросит она просит эти же она творит что-то значит взлетит на уточки это уточки януковские так что у них смотрите же она вытворяет да у нее на деликатесы аппетит хороший наверное янукович лично кормил вот этот ресторан кораблик с другой стороны такое да ничего яркого может там внутри вкусно кормят да ну янукович и его компания отдыхала так что наверное там в середине вообще бомбейски и вот же то что я говорил выход в киевское море вон там кораблик что же плывет какой-то и утки везде голодные дикие утки национальная гвардии охраняет вот такие тигры ходят охраняют территорию когда разлетает водяная лилия появляется маленькое существо она живет ровно столько сколько живет его цветок если цветок Зоенька! Зоенька! Шо, глухенько? Не, я же на фонтаны досмотрю. Не бачила. Николай фонтанів, да? Це хоть на день народження фонтанчик побачила. Вот сейчас мы направляемся в музей автомобилей и какого-то хрена будинок Путина. Шо он тут забыл, хер его знает. Так вот, теперь делайте выводы. Ну, будинок Путина тут есть. Гостевой домик. Его еще называют домик Путина. Потому как, извините, падла Путин останавливался. Вот он какой, да? Так, костюм здесь. Ай-яй-яй! Вот шо их связывало, да? Все такое маленькое. Маленькое. Это он так маленькое. Ты с ней обещайся, да? Нет. Одину выбили, он думать не надо ищить больше. О, тут останавливался тот, что уйло. Такая маленькая. Понял? Не казалось, что бачайся. Смотри, как все, да? Просчитано. Да. Вот он. Вот он. А друг сознается в виде. Видишь, как он был? Да, но он же Янека и пригрел потом. Вот он такой гостевой домик. Он же домик Путина. Ступенька. Ну, и для гостей тоже. Не скупился. На данный момент там кафешка. Ну, а так, наверное, по вечерам Путин с Янеком сидели там, выпивали. Какой-то легкий коньячок. Легкий? Или не легкий коньячок. Ну, наверное, вместе они его выпивали. Ну, кстати, здесь тоже есть, видите, столики. Так что потом, в свободное время, если вы захотите ощутить себя друзьями, Янекович. Вот тут, наверное, да, Путин с Янековичем выходили. Что с них превратилось? Что с твой стихот. Покурить какую-то сигару. Ну, а у них никто их не подстрелил. Наверное, в то время никто об этом не думал. Они такие. Ой. 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 Ну и вот мы дошли до музея ретро автомобилей. сейчас подойдем узнаем цену что почем как ну судя по всему тут много участникам боевых скидок ну я думаю сейчас мы и тут проскочим да не ну вот до музея мы дошли так что в нем и сейчас вроде бы он открыт попадем и туда по-любому и постараемся снять все все предоставленные как они там называются экспонаты о все предоставлены экспонаты мы вам покажем если он конечно открыт вход ну все сейчас уже вижу один ретро автомобиль сейчас короче будем если смотреть да сейчас будем заходить за 3 пошли вот прошли сад зоопарк весь зоопарк обошли потом поселись домику януковича спустились мимо него конка вот этот парк мы потом самостоятельно походите и спустились вниз сделали круг потому что прямого спуска не было значит мы вернулись кафе посмотрели баркадер ну и пошли дальше вот гостевой домик от гостевого домика мы идем дальше к ретро автомобилям вот они здесь мы уже подошли как она и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Доброго дня Ну вот, в данный момент мы уже зашли в музей ретро-мобилей, наверное, на вот этой машинке Наверное, и катался сам Янукович с Путиным, падла Вот, вот такое здесь Мотоциклики Ой-ой-ой, тут уже пошли машины Да, помещение довольно-таки огромное, вот можете посмотреть Это одна половина Там еще вторая половина Ну вот, руками машины на чипаты Начнем мы с этой половины, сейчас Вот это я уже показал Ну, сейчас начнем отсюда А, там цена даже есть? Нет, мощность двигателя Дополнительная информация Год выпуска 79-й год Вот такой вот неплохой Мерседесик А это что такое? ЗИЛ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внедорожник. Кабриолет. Ну очень похож на кабриолет. Трехосный кабриолет. С 43 года. А они походу вообще не ездили. Сейчас мы рассмотрим эту сторону и пойдем. Вот это все одна половина. Сейчас идем сюда. Тут уже машины немножко другого плана, но тоже древненькие. Руками машины не чипают. ЗАС. И вот кабриолет. Видишь, тут уже крыша есть. О, победа. Вот нам бы такой цвет, да? Жалко. О, это у нас газ победа. Милиция. Милиция, милиция, помогите, спасите. Тут чисто. О, это что? Тоже газ, да? Легковой седан. Чайка. Мы не с дражными ездили. Усей. Музейный колокольчик. Тоже, походу, кабриолет, да? Да, кабриолет. Чайка. Какого года? 62-го. Ну не знаю, метр четыре точно. Это Chevrolet, а вот Bentley 50-го года, вот он Bentley 50-го года. На заднем сидении столик оборудован, там кофейку попить, а на спидометре у него 110, вот так он гонял на мотоцикл. Босс Хос 2012-го. Музыка. 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 Чаечка тут, в натуре чаечка, салоны гляньте тут Там место занято Это пипец, это пипец Что это такое? Лимузин легковой Посмотрите, что тут творится в салоне Что ты, зайка, такую машинку хочешь? Нет? А вот, смотри, беленькая Беленькую хочу Вот беленькая, да? Такая хопа-хопа Машины не трогать руками Машины не трогать руками А ты же не руками, ты локтем Волга Еще и часы в салоне Да, и показывает Милицейская машинка такая Сюда преступников можно было грузить и ведрами Вот Охрана Встает охрана Вот, нацики ходят, охраняют все Да, вот Машинки бомба Машинки бомба Думаю, на этом будем заканчивать Вот Это показали мы то, что тут осталось Да, вывезли что? Да, все было вывезено Януковичем Как на Петрик получал Не, ну это реаритетная машинка Да, это все то, что осталось Все, будем с вами прощаться Вот, вы и посмотрели Музей ретро-мобилей в Межигорье В музее коррупции Другое сообщение было Что тут какая-то система колокольчиков была И вот звон, он был слышен далеко-далеко По всей этой территории Поэтому отзывы Еще одно интересное было Если бы Разве бы тут Мальчик, который Там звонит Там какими-то колокольчиками И рыба, таким образом Подзывал и кормил рыбок Вот так вот Ну вот, думаю, ты сделать estábri-то Курим Хороший Накрой Курめ Курим Продолжение следует... О, невеста. Видите? Видишь, у них приезжают сюда как на... Ну, фотографироваться фотосессии. Да, фотосессии, в принципе, да. Вот люди отдыхают, лежат. И, а знаешь, что хорошо? Босичком! Фотографируются с лебедями. Лебеди ручные, в принципе. Ну, и как тебе? Босичком? Просто здорово, даже смотри. Пятки белоснежные, даже на море такого не бывает. И так приятно, как на ковре. Просто бомба. Но это и ковер пустой. Это берет ковровой, да? Правильно? Ну, да, он в рулонах. В рулонах эта травка. Она разлашивалась, да. Это очень дорогая травка. Рассиона, да. Рассиона, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 смотрите наши каналы смотрите наше видео надеемся где-то ближайшее время куда-то поедем вы это все увидите все до встречи всем удачи любви мирного неба над головой